Я рада вас приветствовать на семинаре Microsoft Office 365 «Новые возможности офисных программ». Меня зовут Максимова Лидия. Я кандидат экономических наук, сертифицированный тренер компании Microsoft, Microsoft Office специалист-мастер, эксперт по Word и Excel 2013 версии, специалист по PowerPoint и Outlook 2013 версии. Сегодня мы с вами познакомимся с таким продуктом компании Microsoft, который называется Office 365. Какие темы мы сегодня с вами рассмотрим? Первое – это общее сведение об Office 365, что это такое, с чем вы едят, чем он отличается от обычной классической версии офиса. Собственно, сравнение с классическим офисом проведем. Посмотрим, какие компоненты входят в различные пакеты Office 365. Какие есть тарифные планы. Тоже немножко различаются. Далее посмотрим уже непосредственно в систему. Пойдем, я вам покажу, каким образом выглядит интерфейс Office 365. Немножко мы с вами поработаем в Office Online через браузер. Я надеюсь, что у нас сегодня получится. Может быть, кто-то с телефона. Да, у нас с мобильных устройств. Так вот, темы. Да, посмотрим, каким образом можно работать через браузерную версию офис-приложений, Office Online, и каким образом устроено хранение и работа удаленная, одновременная, совместная работа через SharePoint Online. Ну, первое, о чем нужно будет сказать, что вообще такое 365-й офис и чем он отличается от 2013-го офиса. 365-й офис – это тоже продукт компании Microsoft, который представляет собой набор программ, доступ к которым, лицензия на которую, покупается не единовременно, как на офисе 2013-й, а предоставляется по так называемой подписке. То есть разница ключевая заключается в том, что вы можете оплатить доступ к тем же самым программам Microsoft Office на какой-то период, например, на месяц или на год, на полгода, в зависимости от того, какова ваша потребность в этих программах. Ну и, соответственно, в чем выгода для потребителя, получается, в офисе. Первое, вы можете пользоваться только тогда, когда вам это нужно. Ну, например, летом вам не нужен офис, вы, например, студент, и в летом вы не пользуетесь офисными программами, она нужна только в учебном году. Ну, соответственно, вы можете эту подписку приостановить, не оплачивать. Можно купить офис на один месяц, например, на какое-то устройство, внезапно у вас появившееся, и которое, скорее всего, в будущем вы использовать не будете. Соответственно, полную цену вы не платите. Следующее, что тоже очень важно, офис 365 обновляется при выходе каждой новой версии. То есть, если вы купили пакет 13-го офиса, в ближайшее время уже анонсирован выход в следующей версии офисных программ, то вам придется покупать новый пакет, новые версии, ну, или продолжать пользоваться 2013-м офисом. Если же вы пользуетесь подпиской офис 365, то вы получаете новую версию, ну, практически сразу после ее выхода, да, дальше вы можете уже пользоваться ей, продлевать подписку именно на нее. Что, конечно, большую выгоду представляет. Кроме того, гораздо больше возможностей офис 365 предоставляет для удаленной совместной работы, если иметь в виду подписку на 365 офис в рамках кампании. Не столь много возможностей будет у частных пользователей, у физических лиц. Выгода же для кампании, она очевидна, потому что это, во-первых, интерфейс, который доступен через браузер, это возможности, которые поддерживает линк сервера для каких-то переговоров. И, конечно, это SharePoint Online, который позволяет ввести сайты групп, хранить в общем доступе документы и одновременно их редактировать. Причем совершенно из разных точек мира быть подключенным к одному и тому же файлу и его редактировать. Ну и, кроме того, включаются еще и мобильные версии офисных пакетов. Соответственно, можно работать еще и на разных совершенно устройствах. С точки зрения простого пользователя, офис 365 может быть выгоден тем, что позволяет подключить офис на нескольких устройствах. То есть, если вы покупаете офис 2013, то вы можете установить на одно какое-то устройство, а 365 можно на несколько. Есть такие тарифные планы. Какие компоненты входят в Microsoft Office 365? Тут будут небольшие различия между той версией, которая доступна для семейного использования, и той версией, которая обычно для бизнес-использования, для компаний. Ну, то, что входит оттуда и оттуда, это пакет классических офисных приложений. Сюда входят Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. Ну, дальше в зависимости от тарифного плана, который вы выбираете, могут быть добавлены, например, Access, и некоторые другие, там, паблишер еще есть, некоторые другие программы, в зависимости, опять же, от тарифного плана. Полноценные версии, которые будут обновляться по мере выхода новых версий этих программных продуктов. Далее, Office Online. Это доступно и физическим лицам, и компаниям. Служба редактирования документов через браузер. То есть вы можете документ какой-то, который хранится у вас в сети, к нему подключаться, редактировать непосредственно через тот браузер, которым вам удобно пользоваться. Там, конечно, возможности усеченные, неполноценные возможности 13-й версии офиса, но и все же, если у вас есть компьютер, на котором не стоит практически ничего, нет никаких офисных программ, это очень удобно. Во-первых, доступ удаленный, во-вторых, еще и редактируйте так, как вам удобно, и одновременно с другими пользователями также это можно сделать. Далее, компонент следующий, Microsoft Office, это офисные проложения для мобильных устройств. Некоторые из них доступны, доступ к ним доступен и бесплатный. К бесплатной версии, например, OneNote, проложения для Android и для iOS, которые можно скачать и пользоваться, если у вас есть учетная запись Microsoft, можете подключаться и, например, иметь в приложении записанную книжку OneNote на компьютере и на телефоне, например, или на планшете синхронизировать их, свои заметки, какие-то списки покупок, планы и так далее. Это очень удобно. У нас, соответственно, 365 Office позволяет, учетная запись 365 Office позволяет также использовать, например, мобильное приложение для Outlook. Можете поискать, такое оно есть, но только для пользователей 365 Office, для других учетных записей оно не подойдет. Ну и, соответственно, приложения для других офисных программ тоже существуют. Еще один большой плюс Office 365 – это облачное хранилище данных OneDrive. Он раньше называл SkyDrive, сейчас они его переименовали в OneDrive. Что имеется в виду под облачным хранилищем? Скажем так, это общее понятие. Когда вы сохраняете ваши документы не на каком-то локальном компьютере, определенном, где-то дома, например, и в этом случае, если вам нужен этот документ на работе, то вам придется обязательно скопировать его на какое-то переносное устройство, накопитель данных, да, и его можно забыть, можно приехать домой с не сделанной, в смысле, на работу, с не сделанной заготовкой для работы. Если же вы сохраняете ваши документы в OneDrive, они будут храниться на так называемом облаке, то есть на большом количестве серверов с выходом в интернет, и, соответственно, не на каком-то определенном, на нескольких серверах. Соответственно, доступ к ним будет облегчен, удаленный доступ. И доступность в том смысле, что если какой-то сервер из используемых не будет доступен, его заменит какой-то другой сервер. Соответственно, доступность файлов сильно повышается. В принципе, OneDrive, возможно, если вы пользуетесь 13-м офисом, вы видели, что можно сохранить непосредственно OneDrive. Для этого нужно использовать учетную запись Microsoft Office. Эта возможность есть и на просто 13-м офисе. Но как бы 365 расширяет эти возможности тем, что можно корпоративное храняюще открыть и редактировать документы одновременно, предоставляя к ним доступ, в том числе и людям, у которых офиса вообще нету, в том числе и через офис онлайн. Следующие компоненты Microsoft Office 365, и вот эта часть уже больше относится к корпоративным клиентам, к корпоративным пользователям электронной почты с удаленным доступом через Outlook Web App. То есть, настроив электронную почту через Microsoft Office 365, вы получаете возможность не только локально на компьютере установить приложение Outlook и получать, соответственно, почту, календарь, сометки, все, что есть в Outlook, не только локально на каком-либо компьютере через приложение, но и получать доступ через браузер, так называемый Outlook Web App, который позволяет зайти в свой личный кабинет через сайт Microsoft и посмотреть все почтовые отправления, которые у вас есть, написать новые письма, посмотреть календарь, заметки и так далее, контакты, с которыми вы работаете. Соответственно, это то, что уже в бизнес-пакетах 365 Office включено. При этом какая выгода? Все то же самое, в принципе, можно сделать через EME в компании Exchange Server, но при этом его где-то нужно располагать, сам компьютер, который будет обрабатывать почтовые отправления. 365 Office предлагает возможность тоже по облаке хранить все ваши контакты, все ваши почтовые переводы, скажем так, и вам не нужно заботиться о том, как настроить его. Он изначально уже настроен, там уже дальше уже пост настройка всяких правил находится. То есть в обслуживании такая версия Exchange гораздо проще, чем обычная стандартная версия. Далее, еще одна компонента, которая тоже доступна корпоративным пользователям Office 365, это линк, служба для проведения конференций, видеоконференций, аудиоконференций, ну и просто для обмена сообщениями. Что-то похожее на те обычные стандартные приложения, которыми мы пользуемся для обмена сообщений, но она усовершенствована с точки зрения, что гораздо проще обмениваться сообщениями и совершать переговоры с пользователями той же компании, потому что вы их в списке будете видеть вместе, например, с должностью, с подразделением, где работает сотрудник, это будет гораздо проще. Кроме того, будучи объединенной с, например, программой OneNote, линк позволяет проводить совещание таким образом, как будто вы рядом находитесь. То есть можно открыть эту книжку OneNote и в режиме онлайн дописывать на экране какие-то сообщения, то есть использовать ее как whiteboard, как доску, на которой вы пишете какие-то идеи. При этом практически мгновенно все будет обновляться, и, соответственно, ваши коллеги будут в режиме онлайн видеть, вы что-то добавили, вы что-то дописали, дорисовали, вставили фотографию. Вот, соответственно, вы будете одновременно и работать в OneNote, так что-то добавлять какие-то сообщения, и проводить конференцию через линк. Ну, соответственно, это можно будет все еще и записать для последующей обработки, обсуждения и анализа. Ну и, конечно, тоже важная часть, которая касается корпоративных тарифов Microsoft Office 365, это SharePoint Online. Вот я здесь кусочек, у меня не влез, который представляет собой, с одной стороны, действительно корпоративную социальную сеть, то есть все учетные записи пользователей в рамках данной подписки Office 365 будут доступны, можно будет отправлять сообщения между друг другом, вы будете видеть их статусы. Также каждому сотруднику будет предоставлена возможность ввести свой блог, например, если это предусмотрено правилами администрирования. К блогам можно будет включиться, подписаться, следить, отслеживать новости друг друга. Ну и, конечно, самая важная часть SharePoint, это то, что он позволяет сделать внутреннюю сеть, интранет, внутренний сайт компаний, на котором ваши пользователи, ваши сотрудники смогут выкладывать какие-то документы, обсуждения, таймлайны, то есть процессы выполнения каких-то проектов и, соответственно, одновременно редактировать документы тоже через SharePoint. То есть документы, которые будут выложены на SharePoint, будут увязаны с Office Online. Соответственно, если документ выложен на SharePoint, как на хранилище данных, именно на какой-то сайт, в библиотеку SharePoint, его можно будет и отредактировать через Office Online, и одновременно скачать себе на компьютер, для того, чтобы редактировать в обычном классическом приложении, для того, чтобы получить какие-то возможности, которые недоступны в Office Online. Соответственно, выгрузить его потом обратно, при сохранении сохраняться он будет на SharePoint, в местной сети, в интернете, и он будет доступен всем пользователям, у которых есть соответствующие права. При этом какой еще плюс? Можно настроить таким образом SharePoint Online, чтобы были видны предыдущие версии документов, кто отредактировал, когда отредактировал, какие правки он ввел. Соответственно, отслеживать изменения документов становится гораздо проще, что немаловажно в рамках бизнес-задач современных. Вот это основные компоненты, которые входят в Microsoft Office 365. По разным тарифам, по разным планам подключения бывают некоторые разночтения, какие-то планы, не включая пакет классических офисных приложений, но при этом включая SharePoint Online и Link Online. Например, в компании уже есть офис, и им просто не нужно обновления, не нужно устанавливать заново эти программы. Соответственно, можно воспользоваться таким тарифным планом. Некоторые, наоборот, включают только пакет офисных приложений, онлайн и мобильного устройства, OneDrive, но при этом не позволяют пользоваться Outlook, например, веб-службой Outlook, ленком и SharePoint. Разница в зависимости от того, какой план выбран компании. Ну и немножко, да, какие основные планы подписки есть на Microsoft Office 365. В целом они делятся на два блока для личного использования и для корпоративного использования. Соответственно, для дома есть два, ну, на текущий момент, это то, что может быть изменено, два плана. Office 365 для дома, это подписка на один, для установки на одно устройство. Нет, вруб, для дома как раз на пять устройств, и Office 365 персональный, он немножко меньше стоит, но при этом он позволяет устанавливать программы только на одно устройство. Соответственно, выбирайте, что вам более удобно, чуть подороже, но при этом иметь возможность и на домашнем компьютере, и на планшете, если он поддерживает такие возможности, и на, скажем, ноутбуке иметь, Office 365, или, может быть, для членов семьи, для других тоже предоставить этот доступ, либо, соответственно, чуть меньше платить, но при этом использовать только одну версию, одну копию, скажем так. Ну и тарифы для бизнеса. Есть в целом три тарифа, бизнес-базовый, бизнес-бизнес-премиум. Различаются они по тому количеству компонентов, которые входят в каждый из этих пакетов. Ну, тут легче будет смотреть по табличке, которые, сравнительные характеристики, которые есть непосредственно на сайте, да, что мы сейчас и сделаем с вами. Ну, так что тут перечислять, в чем разница между бизнес-базовым и просто бизнес, будет сложно, легче посмотреть. Ну, и заодно, что тоже немаловажно, если вы сомневаетесь, то он стоит или не стоит, переводить компанию, или, может быть, свои домашние устройства на Office 365, вы можете попробовать использование в Office 365. Доступно использование на один месяц, бесплатное. Совершенно свободно это можно сделать, зарегистрировавшись на сайте Microsoft, введя свои данные. Значит, какой сайт стоит набирать? В любом браузере вы можете сейчас набрать office.com это единый такой вход, ну, собственно, я на этой страничке сейчас и нахожусь, да, и здесь есть, во-первых, совместная работа в Office Online, здесь тоже это описано, и приступить к работе можно прям немедленно, это вообще бесплатно, если у вас есть учетная запись Microsoft, вы можете попробовать поработать в Word Online, или в OneNote Online, оценить их возможности. Вот, а если мы переходим в раздел продукты в верхней части странички, вот, то мы переходим в тот раздел, в котором можно выбрать тарифы для дома, планы для дома или для бизнеса, вы хотите посмотреть, ну, соответственно, быстро немножко для дома, Office 365 для дома, примерно цена на текущий момент, Office 365 персонально текущая цена, ну, и, соответственно, разницы различий в них тоже здесь показаны, более четко, может быть, что-то будет изменяться, и, соответственно, планы для бизнеса, здесь планы и цены можно перейти, вот, ну, и, соответственно, здесь цена указана на пользователя в месяц, всего во всех трех версиях, может быть, до 300 пользователей, максимальное количество, ну, и различаются на следующем образом, например, Office Business базовый, он без классических приложений, но зато с SharePoint и Link возможностями с Outlook, а просто бизнес, Office 365 бизнес, он наоборот, с классическими приложениями, но без почты и SharePoint, ну, и в бизнес-премию входит и то, и другое, и установка этих самых классических приложений, ну, то есть те, которые не онлайн, те, которые устанавливаются на компьютер, и, соответственно, возможности, которые предоставляются на SharePoint онлайн и Outlook онлайн. Причем, можно попробовать, да, это важно, что можно зарегистрировать и попробовать, ну, примерно через эту страницу можно сделать. Ну, вот, теперь посмотрим, а как же это выглядит. Из минусов, если вы пробуете делать пробную версию, на месяц вы получаете доступ, ну, какой-нибудь корпоративной версии, вы получаете доступ администраторский, и это пустая версия 365-го офиса, вам нужно будет настраивать учетные записи. То есть, чтобы начать что-то работать, с чем-то работать, нужно будет сначала разобраться с администраторской частью, что и как, где настраиваться. У нас на курсах мы используем уже заполненные учетные записи с имеющимися там письмами в почте, уведомлениями и так далее, что позволяет без заполнения профилей, без какого-то дополнительного создания этих самых учетных записей сразу начать работать, изучать что-то такое. То есть, вход будет осуществляться через сайт portal.office.com Вот такая страница, в которую вы должны будете ввести учетную запись, адрес учетной записи и пароль. Причем это общий, там, вот разных учетных записей. Вход будет один и тот же. Вводим учетные, данные учетные записи. Ну вот, что собой представляет, скажем так, личный кабинет пользователя. Это у нас такой учебный пользователь по имени Карен. Что он будет видеть при заходе в личный кабинет? Ну, во-первых, вы видите, что первое, что предлагает портал Office 365, это установить офис на ваш компьютер. И то, что та учетная запись, тот план, который у нас выбран для учебной работы, он включает Word, Excel, PowerPoint, Outlook, и, в принципе, можно их установить. Не буду сейчас их выделать, у нас они есть. Ну и, соответственно, просто пользователь выбирает, какая версия ему нужна, что ему нужно, и скачивает на какое-то устройство, вы его устанавливаете. Так достаточно просто все происходит. В верхней части находится панель управления порталом. Ну, соответственно, тоже краткий обзор, что можно здесь делать. Первый – это Outlook. Здесь тоже, да, почти какие-то письма уже есть. В принципе, если вы работали с простым Outlook, то вполне понятно выглядят сами письма, с правой стороны область просмотра, область чтения, папки перечисленные. То есть все, как, в принципе, в обычном практическом Outlook, очень похоже. Это все выглядит на Outlook 2013. Далее, в календарь тоже, как в Outlook, немножко подгружается. Ну, опять же, здесь уже все заполнено, что позволяет быстрее разобраться с тем, как что и работать, как работать с этим. Люди, для того, чтобы посмотреть контакты. Здесь они по группам разбиты. Можно посмотреть группы, какие есть. Задача тоже, как в Outlook. Outlook – это та часть, которая касается Outlook. Немаловажно, надо сказать. Но в Ямер мы сейчас заходить не будем. Ямер – это тоже служба быстрого обмена сообщений. Дополнительный вход требует. В OnDrive – улучшенное хранилище, которое, во-первых, вы можете подключить в классическом приложении, войдя в учетную запись и сразу просто из Excel, например, или из Word, что-то сохранять. И, соответственно, у вас будут документы, доступные в частности из вашего личного кабинета на Office 365. Ну, вот тут какой-то документ у нас уже есть. Ну, и вот то, что я хотел бы отдельно о чем поговорить – это сайты, раздел сайта – это то, что касается SharePoint. Значит, то, что нам предлагается по умолчанию – это паблик сайт, публичный сайт, тот, который можно посмотреть из интернета, любой, общедоступный он называется, который любой интересующийся, так его назовем, со стороны может зайти, посмотреть какую-то информацию про вашу компанию. И TeamSite. Вот TeamSite – это внутренний сайт компании, то, что называется Intranet для внутреннего обмена файлов. Это вот то, что особенно интересно. Здесь у нас половина расуфицированная уже. Соответственно, внутренняя страница компании, в которой какие-то новости выложены. Ну, дальше это все очень достаточно просто настраивается. Здесь оно просто уже создано для нас. Фотографии, новости. И можно посмотреть, какие общие документы лежат в каких-то группах. Ну, например, есть у нас здесь с левой стороны корпоративные выезды на природу. Давайте перейдем в этот раздел. Наша компания называется Contos. Это та компания. То название, которое Microsoft использует для учебных материалов. И, соответственно, здесь есть раздел документы. Вот. Ну, посмотрите, здесь какой-то документ уже есть. В чем плюс того, что мы используем Office 365? Здесь можно и создать новый документ прямо через браузер. Здесь можно загрузить какой-то документ. Если он у вас есть на компьютере, вы хотите его добавить для общего доступа, можно что-то изменить. Ну, давайте сначала посмотрим, как это меняется. Что сейчас его предоставляет Office Online. У нас есть документ, который называется High Country Registration. У него есть тельточки. Ну, соответственно, что позволяет нам посмотреть, во-первых, первый лист. Дополнительное меню изменений. Не хочет прогружаться. И есть кнопка «Изменить». То есть, если вы нажимаете «Изменить», то у вас загружается сам документ, его копия, вы можете его через обычное классическое приложение изменять. Либо внутрые точки, да, то есть, дополнительные какие-то настройки. И здесь есть пункт «Изменить в браузере». После чего загружается Excel Online. Если с Excel вы работаете, то вы видите, что лента очень похожа на обычное классическое приложение 13-й версии, но немножко она усеченная. То есть, главная вставка данного рецензирования и вид, остальных вкладок здесь нет. Ну, может быть, они и не нужны. Ну, и, соответственно, в чем плюс? Все, это Excel. Дальше вы работаете так, как вам удобно, так, как вы привыкли. Практически, ну, большая часть функционала здесь представлена. Если вы что-то, например, изменяете, какое-то значение, то кнопки «Сохранить» здесь нет. Сохраняет он по умолчанию. Ну, соответственно, просто можно вернуться на предыдущую страницу. И вот здесь она у нас находится. Да, и посмотреть, как он обновится. Ну, и одновременно тоже можно будет что-то редактировать. Давайте мы это тоже сделаем. Секунду. Для этого достаточно просто выбрать общий доступ. Причем можно общий доступ открывать для общего доступа документы как внутри компании, так и по гостевой ссылке для пользователей, которые не находятся в вашей компании, нет у них учетной записи вашей компании. Соответственно, открывается окошко «Общий доступ к элементу». Выберем, например, «Получить ссылку». Я хочу, чтобы вы попробовали вместе со мной изменять этот документ, поэтому я сейчас создам ссылку на изменениях, хотя можно создать ссылку и на просмотр. Соответственно, генерируется ссылка. Я могу ее скопировать. Давайте мы сейчас попробуем перейти в этот документ. Я ее вставляю в чат, вам отправляю. Попробуйте, пожалуйста, перейти по этой ссылке для того, чтобы отредактировать вместе со мной документ. Ну, что-нибудь такое достаточно простое. Как тут организуется одновременная работа с документом? Ну, над одной ячейкой вместе работать нельзя. Мы сейчас увидим, что кто-то работает совместно. Но, в целом, весь документ редактировать можно. Уважаемые слушатели, раз она у вас появилась, пожалуйста, допишите что-нибудь выше. Вот заодно можете посмотреть. Видите, у меня вверху написано «Другие пользователи тоже работают с этим файлом». Не написано «Кто», потому что вы как гостевые… Вот, появилось первое сообщение. Как гостевые слушатели. Странно. Используйте нашу программу, да, и, соответственно, здесь не будет указано. А так, в принципе, если вы были счетные записи, я бы еще и видела, кто редактирует. Вот, писать не дает, писать не дает, странно. Так, что-то написали. Так, теперь посмотрите. Давайте я буду какую-нибудь абзац какую-нибудь покрашу, например. Когда кто-то редактирует какой-то абзац, у вас должно появиться сообщение, что вот такой-то пользователь редактирует этот кусок текста. Соответственно, его трогать нельзя. Получилось. Ольга, это у вас получилось? Отлично. Отлично. Ну, видимо, просто какие-то, опять же, не дозагрузилось чего-то, поэтому в первый раз у вас не получилось это писать. Спасибо, Максим. Все, я вижу. Ну, вы почувствовали, да, практически в онлайн. То есть мы с вами разговариваем, мы с вами пишем один и тот же документ, мы его редактируем. Все это одновременно. Причем, если вы хотите, чтобы через какое-то время тем пользователям, которым вы предоставили доступ к изменению, в этом доступе отказать, то вы просто, так же, как я сейчас создавала эту ссылку на подключение, можете прекратить ее действие. Ну и, собственно говоря, по функционалу, например, в Варде, тоже лента не полная, там, например, оглавление нельзя сделать. Ну, не всегда оно необходимо. Ну, и есть небольшие тоже такие сложности. Если вы загружаете на SharePoint, на сайт, какой-то документ, в котором не поддерживается, содержимое не поддерживается в Word Online, то и редактировать через Word Online вы уже больше не сможете. Да, нужно будет его удалить, еще раз пересохранить без недопустимого содержимого. Тогда у вас можно будет редактировать одновременно через Word Online. Есть у вас какие-то вопросы по поводу онлайн-приложений или по поводу интерфейса? Давайте на них отвечу. Нет вопросов? Тогда вот еще что. Давайте я вернусь на уровень предыдущей. Вот, смотрите. Ну, и после семинара тоже посмотрим, если что-то не получилось, обсудим это. Посмотрите, там раньше был документ. Ну, вот здесь, в этом списке был документ, только один, эксилевский. После чего мы добавили с вами еще один Word документ. Вот, и посмотрите, кем изменено гость. Ну, потому что вы последний вносили изменения. Да, то есть это все отслеживается, и можно, там, кто автор изменений, дата изменений, время изменений. Используется совместно с кем большое число пользователей. Это то, что я создала ссылку, вам ее отправила. Ну, и, соответственно, доступ на любом пользователе. По гостевой ссылке статус этого документа, он есть. То есть ссылка тоже есть, если нужно кому-то еще будет предоставить ее, то это можно сделать повторно. Ну, и из интересного можно еще создать опрос. Тоже замечательно проходит. Быстро можно обрабатывать результаты какого-то опроса. Знаете, в верхней части списка есть кнопка «Создать». Соответственно, нам предлагают Word, Excel, PowerPoint или OneNote. И есть еще пункт «Опрос Excel». Давайте я ее выберу. Данная функция позволяет создать такую веб-форму с ссылкой, которую вы можете предоставить вашим сотрудникам. И, соответственно, они будут отвечать, и вы получаете ответ в файле Excel с встроенными уже фильтрами, которые анализировать будет гораздо более удобно. я его просто опрос назову. Ну, и, соответственно, здесь все дальше очень понятно устроено, как это делается. Подсказок достаточно много. Например, введите свой первый вопрос. И мы вводим первый вопрос. Например, какую версию офиса вы используете? Дальше. Тип отклика. У нас вопросы бывают разные. Они могут быть открытые, неоткрытые. Можно выбрать, что это должно быть. Номер, дата, время, да, нет. То есть какой-то закрытый вопрос. Можно делать выбор и вписать варианты. Ну, например, 2007, 2010, 2013. Ответ по умолчанию я напишу 2013, который там уже будет стоять. Готово. О, что-то я офис-то так странно написала. Сейчас, секунду. Далее еще один можно добавить. Ну, например, ну, или вам удаленная работа. Я имею в виду возможность удаленной работы. И, соответственно, да, нет. Ну, и значения по умолчанию нет. Можно еще выбрать обязательно или не обязательно отвечать на этот вопрос готового. Ну, еще так вот. Как часто вы используете офис? Не знаю, укажите раз в неделю. Типа, клика, ну, номер какой-то, число. Последок по умолчанию один. Ну, вот, больше я не буду создавать вопросов. Три вопроса продлить будет достаточно. Публиковать опрос. Дальше появляется, вы видите, документ Excel. В нем столбики точно так же называются, как я ввела вопросы. И ссылка на этот опрос. Давайте тоже попробуем в нем поучаствовать. Я ее копирую, в чат вставляю. Ну, буквально несколько вопросов, попробуем ответить. Ну, собственно говоря, вы видите, да, что у меня появляются ответы? Ну, вот, два, три. А, но у кого-то англоязычный вышел. Ну, и, соответственно, если правильно задать вопросы, правильно задать, скажем так, варианты ответов, то дальше вся эта фильтрация, сортировка, не знаю, диаграмма рисовать, очень удобно. Спасибо большое всем, кто поучаствовал, кто ответил на вопросы анкеты. Вот, тоже большое, конечно, преимущество. Вернемся назад. Вот, ну, и, соответственно, общие такие основы, я надеюсь, я донесла до вас, да, в чем основные преимущества. Ну, конечно, больше преимущества в офисе 35 для корпоративных пользователей. Очень удобно, можно синхронизировать документы таким образом, чтобы вот эта библиотека, например, была у вас сразу в проводнике на вашем компьютере. Ну, и, соответственно, они будут обновляться практически, ну, не практически мгновенно, да, там, в течение нескольких, может быть, минут, в зависимости от того, какое обновление было произведено. Вот, ну, а более подробные рекомендации можно получить, посетив наш курс, на который мы очень рекомендуем попасть. Он не очень длинный, однодневный, 8 академических часов. Вот, и там рассматриваются, опять же, общие сведения у Microsoft Office 365, более подробные. На примере конкретных учетных записей, типа той, которая вам сейчас показывала, осуществляется удаленный доступ к Office 365, да, чтобы разобраться, как настроить свою учетную запись, как настроить свой профиль, свой блог и так далее. Таким образом, осуществляется работа с Outlook Web Access, то есть, как свою почту просматривать через браузер, какие там есть особенности, там тоже расширенные возможности получаются. Далее, использование новых возможностей в Outlook 2013, то есть, классическое приложение Outlook 2013, оно тоже выигрывает от того, что вы используете 365 Office. Далее мы будем рассматривать, как используются линги сотрудничества, да, там, попробуем, будем пробовать делать освещание среди наших пользователей. Вот, посмотрим более конкретно, более подробно, что такое SharePoint, как обмениваться информацией, как загружать файлы, как их добавлять, как их просматривать и распределять права до уступа к документам. Вот, также еще обсудим вопрос использования веб-приложений для работы с документами. Курс небольшой, однодневный, я уже говорила, 8 часов академических. Ну, и плюс в том, что, ну, Office 365 просто призван быть услышанным и посещенным, да, этот курс через вебинар. Ну, потому что если мы начинаемся работать через интернет, через браузеры, онлайн, удаленно, то и очень приветствуется участие на этом курсе вебинаристов. Если у вас есть какие-то вопросы, я вам предлагаю их задать сейчас в чат и по курсу, и по самому приложению, самому продукту, как, может быть, его использовать, какие возможности есть дополнительные. Жду ваших вопросов. И спасибо за внимание. Давайте я вам озвучу. Насколько подходит Excel 365 для работы экономиста? Ну, в этом смысле важно не кем вы работаете, а какой график, интенсивность вашей работы. Вы имеете в виду для личного пользования, правильно ли я понимаю? Ольгу, уточните, пожалуйста. А, в этом смысле. Формула, да, но не все инструменты, скажем, Excel-овские, да, не все они доступны онлайн. При этом все равно, да, если вы, в любом случае, если вы используете 365, вы имеете возможность пользоваться классическими приложениями, и эти возможности есть все. Да, как бы, вы просто выгружаете этот документ из, например, хранящего облачного из OneDrive к себе в классическое приложение, и редактируете его так, как вам нужно, так, как вам необходимо. Вы можете построить точку безубыточности просто в Excel? Ну, так в чем проблема? Это сделать в онлайн-версии. Да, то есть, если вы это простыми формулами делаете, пересчитывая косвенные затраты, прямые, нет, переменные, да, скорее всего, даже не через функции это делать, а через простые формулы. Правильно ли я понимаю? Да, 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 да. Ну, вот, смотрите, у нас же был с вами вот этот вот HikingTrip Registration документ, в котором вот она была диаграммка. Она не прогружается сейчас немножко, да, но это диаграмма. То есть, вот, пожалуйста, редактируете, изменить в Excel. О, нет, 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 не хочу в Excel, я хочу просто ее изменить. Просто в онлайн хочу ее изменить. Форматировать как таблицу, форматировать как таблицу, если я управляю эту таблицу. Я думаю, что я правильно вас поняла. Вот она сформатирована как таблица. Если нужна диаграммка, ну, тоже по нескольким давайте записи. Вставка. График здесь не интересен. Ну, ладно, пусть будет график. Ну, просто неинтересные данные, они очень хорошие конкретно под эту задачу. Вот он вставляется, график. И это я не через классическое приложение, это я через онлайн иду. Что еще? Формулы. Ну, формула, как проиллюстрируют формулу. Давайте в каком-нибудь ячейке выбрать категорию. Вот они, там, математические, например, или статистические. И, пожалуйста, используйте. Может быть, финансовые не используйте. Вот они здесь есть. Вполне они ссылаются. То есть, по интерфейсу очень сильно похоже на то, что в обычном офисе используется. Но плюс в том, что вы можете показать это всем, да, предоставить доступ к своему отчету, например, начальнику. Вот. Ну, тогда, если нету каких-то других вопросов, я вас благодарю за то, что вы присутствовали на нашем семинаре. И буду рада увидеть вас в дальнейшем на курсе, который называется Microsoft Office 365, облачные возможности Microsoft Office 365. Так, записывайтесь, обязательно звоните нашим менеджерам и уточняйте, в какую группу можно попасть. Большое вам спасибо за участие. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok